итак ребята сегодня поговорим с вами о выборе палатки это тот вопрос который мне часто задают в личке мои подписчики валерка подскажи какую палатку взять чтобы она была легкая комфортная и крепкая и каждый раз такие просьбы ставит меня скажу честно да сэр да мэм в тупик почему потому что к сожалению пока что не придумали палаты которые были бы и прочные и легкие и вместительные комфортные это всегда компромисс и на примере этих палаток я вам сейчас это объясню более наглядно и надеюсь концу нашего ролика вопросов у вас не останется ну вопросов подобного типа итак у нас сегодня китайская палатка с алиэкспресса весит она полтора килограмма там кило 540 не столь суть важно мы смело относим ее к типу легких одноместных палаток она ребята легкая и максимально комфортная учитывая вес это прошу любить и жаловать хиллберг соло это топовая палатка очень прочная от очень известного производителя и очень дорогая если эта палатка обошлась мне где-то по моему 150 евро то соответственно эта палатка она стоит разница ощущается не так ли и третья палатка это максимально комфортная палатка как я это вижу это red fox cycle fox 2 red fox cycle fox light 2 это две одноместные это полуторка что такое полуторка спросит мне внимательный зритель а я отвечу полуторка эта палатка где можно заночевать вдвоем но очень тесно впритык и некомфортно или же идеально жить одному ощущая себя просто скажем прямо по-царски это полуторка от red fox это ребята первая моя палатка первая любовь любовь first love и я прошел с ней латвию потом алтай и потом первую часть памирско-байкальского путешествия то есть таджикистан и киргизию в монголии и на байкале у меня уже был хиллберг соло почему валерка почему ты поменял ее вот мы подошли к самому интересному эта палатка великолепная и чудесная она очень комфортная достаточно места внутри два тамбура нет не так два больших просторных комфортнейших тамбура и ребята снеговая юбка это снеговая юбка это просто чудо и находка и честно говоря после после red fox а я перестал воспринимать палатки без юбки или где внешний тент не доходит до земли а у хиллберга он доходит до земли как вы видите вы видите почему ты так полюбил такие палатки валерка потому что не задувает ветер потому что залез палатку спрятался свою уютную комфортную норку и тебе хорошо и никто тебе не залезет и тебя не обидит а если еще более серьезно то если попадете в какую-то пустынную местность где много песка и пыли и поднимется ветер то в такой палатке вы найдитесь пыли вдоволь а вот в такой вот у вас и практически не будет потому что эту юбку можно приложить камушками камушками или загнуть его внутрь изнутри туда поставить какую-то кастрюльку там какую-то не знаю там пачку крупы что-то еще и пыль вам задуваться не будет я ощутил на своей шкуре что такое пыль в палатке поверьте вы этого не хотите нет сэр скажу я вам и не побоюсь сказать нет мем не хотите это просто чудо это прекрасная комфортная палатка помимо всего прочего здесь можно снять внешний тент и поставить только внутренней в жаркую погоду и соответственно не помирать в ней потому что у хилеберга допустим при всем при всем и при всей его прочности при все при всем его довольно таки неплохом комфорте для одноместной палатки ты не можешь поставить отдельно внутреннюю палатку только так ну вот может эту вот накидочку снять верхнюю вот эту вот легкую от дождя и все и все и ребята когда я был в доминиканской республике я просто в ней помирал это было сауна это было невыносимо здесь два входа ты поставил просто внутри просто внутренний тент внешний снял и открыл и ты и палатка прекрасно проветривается здесь же только один вход ребята один вход кто-то скажет ты не прав можно поставить внутреннюю палатку отдельно филберге продаются специальные приспособления да они продаются но для того чтобы поставить один внутреннюю палатку и надо будет покупать приспособления эти специальные и это будет реально колхоз понимаете вам придется реально париться чтобы это сделать это будет крайне неудобно этого просто как я для себя вижу не стоит поэтому давайте исходить из того что нет здесь внутри палатка отдельно не ставится легкий китайщенок легкий китайщенок и здесь тоже ставится отдельно внутренний тент но вернемся к нашему red fox у максимально комфортная палатка есть ветрозащитная снеговая юбка а есть два шикарных тамбура два входа два выхода зачем же ты взял хиллберг если red fox такая замечательная палатка спросите вы я вам отвечу потому что на границе между киргизией и таджикистаном я попал сильный ветер и он просто положил эту палатку он ребята положил помимо этого он нанес кучу грязи мокрой мокрой пыли как это возможно ребята я уже не помню не знаю но все внутри было мокрым грязным и сначала просто пыли сначала просто пыли а потом мокрой пыли вот ветер был очень силен ребята и палатка легла я боялся сейчас тут сломается и весь в грязище я ее собирал перепачкала все что было под внешним тентом то есть просто перемешалась грязью тогда будто меня не волновался думал только о том как собрать поскорее лагерь и двинуться дальше потому что палатку ставить таких условиях было ошибкой нужно было переждать я собрал палатку двинул дальше через полчаса ветер утих я поставил в другом месте и благополучно пережил ночь но это заставило мне задуматься о том что в монголии куда двигался все может быть по-другому там ветер еще сильнее насколько мне было известно и поэтому спортмарафон амбассадором которого это добыл прислал мне хилберг соло палатка которая на 2-3 порядка прочнее чем red fox это одноместная палатка дорогая топовая очень очень прочная одна из самых прочных одноместных палаток в мире прочнее ее только хилберг соло черной версии но неважно я не буду задавать такие подробности короче очень очень прочная палатка и довольно таки комфортная у этой палатки только один вход эта палатка весит то есть она совсем нелегкая сравните вес одноместного хилберга и вес китайчонка разница бросается в глаза не так ли она дорогая и она не лишена косяков например здесь ты не можешь поставить отдельно внутренний тент и насколько это плохо не иметь такой функции я целиком это оценил в доминиканской республике когда просто помирала жары и палатка превратилась я не знаю в какую-то невероятную сауну находиться там было просто невозможно будем я red fox я просто поставил внутренний тент и не парился открыл бы еще двери и было бы довольно комфортно относительно комфортно потому что там была адская жара здесь же просто подыхал это большой минус помимо этого для одноместной палатки она тяжелая она тяжелая потому что вот это вот полуторка она весит а это весит вот столько и это чисто одноместная тут только один тамбур ребята один тамбур не два тамбура один вход не два входа и к тому же не ставится отдельно внутренняя палатка то есть хилберг гораздо менее комфортный чем red fox гораздо и ты это ощущаешь походе и ты это ощущаешь в путешествии помимо этого ухилы брагозамки закрываются замки внутреннего тента они не сходятся плотно они не сходятся до конца остается отверстие с воз которой запросто заползают муравьи и залетает мошка которая тебя мучает ночью с этим это столкнулся однако это мега прочная палатка здесь да здесь ты не поспоришь и когда я оказался в штормовом ветре в монголии я бы очень рад что у меня именно хилберг а не red fox соответственно по комфорту вот это гораздо более дешевая палатка как по мне на два-три порядка выше на два порядка выше кому она лучше она комфортнее ребята и если выбирать между хилбергом и этой палаткой и не намечается какие-то экстремальные путешествия то я без всякого сомнения возьму с собой red fox однозначно не думаю не сомневаясь теперь мы подходим 3 палатки зачем тебе это чудо валера зачем ты взял китайчонка я объясню эта китайская палатка была взята на случай если поеду в австралию австралия пока под вопросом там непонятно будет она не будет но если будет австралия я рассчитываю поехать с этой палаткой почему потому что в австралии очень жарко и мне нужна будет по любому палатка где можно ставить внутренний тент помимо этого поскольку я буду идти по пустынной дикой местности и тащить собой много воды то тут будет вес критичен и палатка в полтора килограмма гораздо комфортнее чем палатка в два с половиной понимаете этот килограмм с копейками она немножко больше весит этот килограмм с копейками ребята он будет сильно ощущаться немножко там немножко там немножко там и вот мы получаем запас воды которые можно с собой тащить понимаете поэтому решили взять китайчонка но скажем честно ребята я эту палатку купил я в ней посидел полежал и понял что мне она вообще не нравится никак вообще почему начнем с того что у нее крохотные тамбуры они просто малюсенькие тут даже невозможно готовить в этом тамбуре надо открывать открывать откидывать полок внешнего тента это неудобно помимо этого она сама крохотная как руби когда внутри внутри рядом с собой тоже ничего не положишь она малюсенькая тут гораздо меньше места чем в одноместном хиллберге и уж конечно чем в полуторке от редфокса да у нее есть плюс можно поставить отдельно внутренний тент это великолепно это удобно это классно но точно так же можно поставить тент и у редфокса чем она выигрывает у редфокса только одним весом но если редфокс положила в таджикистане на землю а хиллберг бы особо и не почувствовал этого ветра ну почувствовал бы но он был бы далек от того чтобы лечь я вообще представляю какой ветер может хиллберг положить то эту палатку возможно просто бы разломал на части она непрочная у него довольно тонкие дуги заявлено 8 с половиной миллиметров точно так же как и у редфокса но я сравниваю дуги эти эти и те и знаете ну у редфокса дуга выглядит гораздо потолще попрочнее это потоньше так что я бы дал наверное миллиметров 8 понимаете к тому же у редфокса у редфокса две дуги перекрещиваются здесь же здесь же в принципе одна дуга и соединенная местами с помощью так называемого хава переходника что не делают никак прочнее наоборот и вот мы папа и вот мы сами получаем палатку которая годится для тех кому очень важен легкий вес она относительно комфортно относительно других одноместных палаток многих потому что здесь есть вот такая вот перемычка вот она палатку сверху расширяет у многих одноместных палаток такой перемычки нету нету такой дуги и они и они вот получается у них потолок вот такой вот формы треугольная резко здесь же здесь же места больше и стены начинаются точнее палатка изнутри гораздо шире чем большинство одноместных за счет этой перемычки простите что коряво изъясняюсь мне за это скажу честно стыдно да сэр да мэм так вот но тем не менее это делают ее комфортнее большинство одноместных подобных палаток помимо этого помимо этого помимо этого второй тамбур тоже относительно рабочий там есть маленькое окошко открывающиеся и ты можешь тамбуром пользоваться ты не можешь через него вылезти это неполноценный вход но ты можешь туда положить какие-то вещи спрятать и это тоже очень здорово это то что повлияло на мой выбор этой палатки но ребята все равно эти два тамбура они меньше чем один тамбур допустим у редфокса готовить этих тамбурах ты не можешь забудь об этом исключено они крохотные и соответственно тебе надо обязательно открывать внешний тент чтобы можно было что приготовить это очень неудобно помимо этого здесь огромные отверстия между внешним тентом и землей и если погода будет ветренее в какой-то пустынной песчаной местности ты будешь купаться в песке это тоже очень неудобно хотя да я знаю большинство палаток большинство палаток они не доходят так же к этой до земли не доходят для меня это лично очень неудобно но опять же ты имеешь право иметь свое собственное мнение в пустынной местности вроде австралии чувствую купил да я просто тупанул скажу вам честно вот получается у нее какие плюсы плюс номер один единственный плюс на фоне этих палаток это легкий вес и на фоне этой палатки на фоне этой палатки то что отдельно ставится внутренний тент это очень круто и то что замочки плотно сходятся никакая мелюзга никакие муравьи не залезут я до сих пор не понимаю как такая дорогая палатка сделана таким образом что сюда могут залезть какие-то не знаю там какие-то муравьи и мошка можно сделано только для зимних условий тяжелых высокогорных но это только одно только одно объяснение но насколько мне известно нет она не делалась она делалась как универсальная в общем вот и пожалуйста дорогой охваленый хиллеберг итак плюс этой палатки легкий вес плотно смыкающиеся замочки и то что отдельно ставится внутренний тент какие плюсы у хиллеберга он комфортен на фоне других одноместных палаток он комфортен здесь есть тамбур причем тамбур надежный хорошо закрытый внешний тент доходит до земли хиллеберг комфортен но комфортен в прохладных условиях опять же комфорт относительным потому что замки плотно не смыкаются сюда могут залазить муравьи и залетать мошка это минус а для теплой погоды он вообще не подходит для жаркой погоды потому что ты там сойдешь с ума потому что отдельно внутренний тент не ставится то есть тоже этой палатке есть ограничения и он тяжелый ребята он тяжелый он тяжелющий он весит чуть ли не два раза больше эта палатка понимаете какие плюсы у Рэйдфокса у Рэйдфокса много плюсов замочки плотно сходятся тебе не страшна мошка и муравьи у нее есть снегозащитная юбка которую ты можешь приложить камнями или чем-то изнутри если загнешь ее это очень комфортная палатка и она довольно прочная ребята да по-настоящему сильные ветры положат на землю кстати не сломалась обратите внимание но такие ветры бывают крайне редко и если бы я был тобой и у меня не было тысячи евро чтобы потратить на палатку и даже если бы была и если я не езжу в какие-то экстремальные путешествия я бы не палился и брал бы палатку такого типа вот единственный совет который могу вам наверное дать красавиат